дорогие друзья всем огромнейшие приветики меня зовут марьяна и вы на моем youtube канале про моду стиль и шопинг и у нас с вами третий выпуск меня сейчас несет у нас середина апреля и снег и нас с вами третий выпуск про российских дизайнеров вообще снимаете выпуске я довольно эгоистично потому что в первую очередь они помогают мне в некой мере справиться с тревогой и моим душе межевным равновесием но и в то же время я очень надеюсь что кому-то из российских брендов помогут мои обзоры и так мы сейчас находимся в жека на метро аэропорт и идем с вами в шоурум бренда юона вообще очень удачно потому что бита живет в этом жека и выбор оператора и так мой не очень большой выбор стал сразу очевидным в общем пойдемте скрываться от ветра и холода в уютный шоурум мы с вами как обычно начнем с мини обзора зала и как уже первым бросается мне в глаза и чего всегда много бренда юона это эко кожи и трикотажа и вот здесь мы это все как раз можем видеть трикотажные брюки я смотрела на сайте есть вообще в разных абсолютно вариациях здесь у нас а-ля леггинсы но тем не менее прямые но без молнии сбоку вот так вот такие брюки они все-таки брюки не леггинсы их можно носить спокойно не прикрывая пах да вообще сейчас надо сказать чуть изменились движение леггинсы уже спокойненько носятся с кроп-топами облегая и показывая все что хочется так здесь такое платье почему-то мне почему мне азии она отдает и кажется что если бы она была в какой-то где-то был бы дракон хотим не пошла на может классно сесть здесь подплечники единственное вот здесь уже четко выведена линия талии линия бедра опять же как сядет на вашу фигуру такой яркий трикотаж лапша тоже я вот вижу в двух оттенках зеленого платье языка кожи с бахромой интересно как она будет смотреться я бы единственное поменяла у него пряжку мне кажется что можно что-то побогаче поставить но это опять же мои заморочки так здесь костюмная группа я помню я как-то снимала крутилку где показывала этот костюм у него были узкие брюки с разрезами спереди и у меня были лодочки в тонн класс смотрелось тут что-то скорее всего осталось может быть от новогодней капсулы сексе платья я думаю что мы встретим здесь еще не одно так трикотаж трикотаж различная базовая трикотажная история вот у двух таких приятных цветах не знаю если еще вот тот самый шалфей и ньют кстати плохая юбка языка кожи миди с кем-то ботинками да вот своими даже ботинками и носками которые тоже есть на мне мне кажется было бы очень симпатичным а вот смотри в зеленом есть цвете бахромой так тут у нас стёбаный бомбер посмотрим еще дальше какие есть что есть из верхней одежды вот тоже платье со шнуровкой по бокам мне кажется будет прозрачным нет может быть да также надо мерить тут корнер всего яркого вот смотри еще одно сексе платье здесь прям такой декольте сердечком вот мое внимание сразу же привлёк вот этот костюм как только я зашла дай-ка я гляну мнется нет ну кстати не сильно вот я зажала вроде остались заломы отпустила его это может отвисеться что это за ткань ткань костюма очень приятная очень приятная стопроцентный тенса так руб топ и брюки языка кожи с резинками с манжетами по низу так 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 вот футболки с подплечниками наверное уже кто-то перестал в них ходить а я до сих пор их выгуливаю мне очень нравится так а вот плесировка асимметричная но для тех кто любит плесировку и кому действительно помогает такого плана юбки корректировать какие-то нюансы фигуры то вот мне кажется асимметрия как будто какой-то веер несколько вееров в таком в такой вариации плесировку я еще могу переварить ягс вот рубашка с перьями здесь отстегивающийся манжет возможно вам даже самим захочется сделать что-то подобное если хочется заморочиться я видела такой в зеленом цвете мне кажется зеленая примере не только сего так здесь жакет кардиган а вот этот бомбер мне кстати нравится больше чем в бежем беже такие контрастные трикотажные вставки и молния в черном прям здорово смотрится до примере прям сейчас сниму звук переодену примерим куртку вот как эта куртка смотрится в размере с антока прям легенькая я думаю что на погоду даже теплее чем сейчас и если вы заметили мы еще с прошлого влога начали писать размеры для того чтобы вам было проще ориентироваться если каких-то магазинов нет в вашем городе в офлайне и мои параметры рост метр 69 бедра 93 талия 62 грудь 84 и примерно вы сможете оценить как при покупке онлайн параметры модели и свести их к своим ну а мы сейчас соберем по залу образы и начнем нашу примерку и начнем мы с вами с супер летнего образа на мне топ в цвете заводная апельсинка бежевые брюки джоггер из эко кожи на резинке на талии и на манжетах у брючин я вам сейчас покажу как я завязала этот топ я убила фиксирующие бретельки назад на узел и в то же время вы можете оставить их не спадающими спереди здесь чуть как мне кажется расклешенный рукав хотя может быть он просто прямой как выглядит чуть расклешенным ну что посмотрим иную иной способ завязывания этой блузы сейчас цирковой номер не остаться голой вот например мы можем завязать бант я продаю без зеркала вот такой очень девчачий получился бантик либо мы можем завязать на узел идем дальше собралась у нас чебешка да непростая здесь столько разных фактур которые когда мы сложили вместе получилось очень нарядно и непросто на мне рубашка хлопковая с манжетами из перьев манжеты отстегиваются и вот этот прием вытащить рукава из-под рукава пальто или жакета я уже проделывала как-то с брендом арлингтон здесь на мне поверх пальто но то же самое вы можете делать и с любыми жакетами и с кардиганами из любой одежды второго слоя внутри и как кожаная юбка с контрастной отстрочкой на высокой посадке такие нестандартные карманчики немного напоминает мне отголоски 70-х и если бы она была сделана в чем-то наподобие замши я бы точно отнесла ее к тому времени ну и пальто не знаю по сегодняшней погоде она очень уместно вы уж сами смотрите несмотря на то что она в неярком цвете за счет гусиной лапки за счет вот этого контраста она выглядит очень броски комплект собирался по принципу имеющиеся у меня с собой обуви обратите внимание вот у меня лодочки какие-то из моих архивных коллекций ветмо набойка ровно в тон платья ну и соответственно черный виде кожаного такого с налетом винтажности плаща не напоминает какой-то конец 90-х начала нулевых я взяла для себя в размере l хотя он не по плечам сел идеально то есть у него изначально как предусматривалось дизайнерами бренда такой узкий силуэт внутри лаймовое платье лапша очень приятная составе здесь вискоза а 50 процентов полиэстера эластан ну прямо уж приятная к телу но на мой взгляд не с моим низким бедром все-таки не очень идет лапша узенькая карандашная что думаете поэтому поэтому я создала две вертикали которые отрезали мои попиные уши был найден топ который по ткани напоминает что-то для спортивной одежды а по вырезам и вот этим катау там напоминает давид кома и его такой почерк и к нему в комплект брюки карго в очень симпатичном графитовом цвете карманы не вызывающие такие плоские с некоторой деталью но мне кажется издалека можно даже принять за классические брюки те что на мне на мой взгляд они не очень огромные и торчащие потому что здесь нет вот этой бакан боковой панельки кажется отличный лук причем топ состоит из двух частей на мне кроп который я надела поверх вот другого без кропа вот что под ним очень секси какой-то у нас секса пил пошел на мне платье в размере xs я думаю что мне все-таки нужно размерчик побольше но фишка этого платья не только вот в этом лифе на чашках но и в отстегивающихся рукавах я вам сейчас продемонстрирую так операция по отстегиванию рукава крепится на две кнопки один есть мужу моему точно бы понравилось еще я хочу сказать про ткань этого платья у меня уже есть из нее право другого фасона и она очень не капризная им постоянно с собой беру на отдых потому что она черная такой не то чтобы неприметно и очень сексуально и простое и ничего с ней не происходит кистрала и в машинке она не сильно мнется быстро отвешивается просто повесил ее на плечике и буквально через несколько часов все ок к этому платью даже микрофон прикрепить некуда посмотрите у нас как будто старый голливуд американская пройма не спадающий такой легкий силуэт такие платья какие есть нюансы во первых я не очень рекомендую их приталивать хотя часто это вижу на девчонках на каких-то мероприятиях но вот очень аккуратно с этим а в данном случае это платье я бы дополнила какими-нибудь массивными парными браслетами на руки или возможно очень крупными серьгами как мне просится в золотом цвете голова закружилась в общем на мне сейчас прием которые могут позволить себе девчонки которые собирают например рабочую капсулу из костюма в нескольких вариациях брюки юбка жакет жилет и все это в одной ткани потому что нам не сейчас брюки а поверх юбка в плесировку асимметричная и выглядит это очень прикольно конечно если бы юбка была простая прямая а силуэт или просто плесировка 1 длинная такого бы эффекта не было и поверх топ с подплечниками мне они до сих пор нравятся я помню еще в карантин бронхи он одарил две штуки белую и taupe я их до сих пор с удовольствием ношу в том числе как и первым слоем для того чтобы дать немного жесткости мягким жакетом или например кардигану так кручу смотрите топ футболка верные сам по себе довольно длинный и как я его заправляю сначала я кручу кручу и потом увожу вниз и расправляю сейчас не очень до получилось без зеркала ну может быть в общем тогда образуются какие-то более симметричные и аккуратные складки нас с вами ждет еще финальный образ хочу сказать что этот прям мой костюм и цвет и силуэт мне прям супер нравится его можно увести как какую-нибудь коктейльную вариацию то есть более вечернюю можно носить днем с плоским ходом и где нибудь в отпускной капсуле с вьетнамками или сандалиями на плоском ходу плюс рубашка опять же вы помните есть множество вариаций можно как-нибудь классно завязать можно из нее создать кроп-топ перекинув извините у меня здесь микрофон в общем перекинув сюда расстегнув нужные пуговицы можно завязать на накрутить какой-нибудь бан заправить внутрь и я уже повторяюсь наверное да в общем то мне кажется это прекрасное завершение нашего сегодняшнего обзора в его на и что еще хочу сказать про брюки наконец-то брюки длины которая подойдет и невысоким девочкам потому что смотрите если я поднимаю их на талию они мне будут коротковаты даже с плоским ходом но мне очень даже комфортно носить их чуть на средней посадке и иметь полную длину в общем то есть такое два в одном можно не рубить их все мы я переодеваюсь и мы быстренько едем в следующий шоурум а сейчас мы приехали в лофт рассвет чтобы обозреть шоурум bonaparte store находится он вот как раз так по ощущениям вот в этом здании я там еще не была но в пальто этого бренда вы меня уже могли видеть в одном из последних влогов из zara и uniqlo многие были возмущены тем самым оверсайзом over over oversize и я думаю что примерять мы сейчас будем нечто подобное я вас приглашаю пойдемте на поиски шоурума и пустимся в примерку немножко заблудились возможно здесь переходы по открытому этажу короче ищем так вот 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 так вот не здесь а здесь так перед примеркой я как обычно познакомлю вас немного с ассортиментом и основой политикой бренда вообще бренд очень активно ведет свои соцсети кирилл регулярно устраивает имиджевые съемки и отследить новинки очень просто я практически со всем что я вот сейчас вижу в зале я знакома и так во первых видовый жакет обязательно я возьму его в примерку в примерку да так можно сказать здесь у нас что-то возможно даже летние костюм переливающийся атласной ткани не мнется надо сказать и даже вот такие экстравагантные и к кожаные брюки не знаю возможно кому-то очень даже удачно они придутся в гардероб здесь костюм из к кожаного жакета и брюк карго или это а это имитация вообще здесь только клапаны интересное решение видовый жакет чтобы пуговичку бы какую-то понаряднее поставила но тем не менее так здесь у нас поездки блестки я что-то как-то не фаната вот вид себе хотела эти шорты мне нравится причем шорты такие а-ля боксеры но больше из какой-то хлопковой ткани я знаю что в летних коллекциях часто у бренда я постоянно говорю у этого бренда у этого бренда потому что я до конца не знаю как он произносится наверно bnprt ну в честь бенапартов так здесь у нас укороченный черный такой почти смокинговый жакет ну классно он естественно будет с каким-то брюками на высокой посадке или даже знаете скаргу с и к кожей будет тоже здорово так вот здесь пальто чем-то похоже на моё но из другой ткани такого более алого красного цвета так здесь у нас рубашки франкенштейн сейчас мы посмотрим как раз сколько стоит 5 990 и посмотрим сколько стоит жакет 9 990 такой объемный бежевый такой немного гангстерский брюки на высокой посадке мне кажется здесь составе шерсть до стопроцентная стоимость 4 990 ты укороченные рубашки также скажу стоимость 3 990 есть в трех цветах такой более оливковый хаки и без по ткани мне конечно больше нравится вот эти в этих двух цветах исполнения это вообще моя любовь я давно на них смотрю и обязательно сегодня примерю единственный нюанс что в наличии размер l вот посмотрим как они на меня сядут а вот как раз и те боксеры про которые я вам рассказывала возможно они тоже сегодня пойдут со мной в примерку пока переместимся к этому стенду здесь у нас бомбер и есть удлиненные мне кажется что они унисекс по крайней мере удлиненные точно есть из такой как водоотталкивающей ткани здесь все как все по правилам трикотажные манжеты также по вороту и внизу и вот такие защипы на зажимы на рукавах мне кажется они будут очень здорово объемно смотреться прям такой стальной как я вам уже говорил мне очень нравится сочетание стали или лова или стали какого-нибудь такого вырви глаз зеленого даже какое-то одно пальто осталось висит сейчас мы посмотрим его стоимость 4 990 прикинь смотри мне кажется надо его отсюда забрать чтобы не висела почем зря да очень хороший цвет такой приятный не знаю чем-то напоминает мне медь такую глухую медь и еще покажу вот укороченные в ярком цвете мой фаворит наверное зеленый у него это как красивая оранжевая подкладка если настить его в расстегнутом виде ее будет видно и довольно весеннее сочетание витаминный салатик здесь у нас футер и костюмы разного кроя например вот здесь брюки я уверена что они на резинке на талии сейчас мы туда докопаемся да все верно как классические джоггеры но низ не подхвачен резинка манжет нет внизу в общем разные виды с манжетами без манжет из утепленного футера вот посмотрите разницу между утепленным необычным и сейчас мы еще с вами перейдем к стенду с костюм здесь что-то костюмное какой вельветовый пиджак есть такой крупный вилет даже не знаю он очень напоминает что-то мужское только знаешь сюда платочек какой-нибудь красный здесь уже нечто летнее например костюм двубордный жилетом брюки тоже в летних цветах вот платье комбинация с разрезом ну что пойдемте друзья с вами примерочную сейчас наберу комплектов и до скорой встречи образ моя любовь знаете такое сочетание вещей которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми на мне строгий жакет бокс из твида с гербовыми пуговицами которые знаете мог бы быть гардеробе вашей мамы или вашей бабушки и тут к нему в компанию пришли карга брюки пришли вот сами прибежали но у меня прям напросился этот комплект причем брюки объемные они на мне в размере l но они как-то так прекрасненько чуть спустились на бедра хотя длину бы я для себя чуть подрубила но тем не менее оставила бы их такими мешковатыми они из очень плотного хлопка держат форму не знаю мнуться или нет сейчас мы проверим сейчас присяду на кресло но короче здесь самая фишка в том чтобы жакет был супер строгим супер таким знаете олдскульным а брюки как раз в нынешнее очень активное и модное течение каргу таких аля строительных брюк мне нравится где золото на пуговицах жакета пересекается с бежим на брюках а лодочки здесь появились чтобы поддержать некий элеганс того что у меня сейчас в верхней части этого костюма я думаю что после показа мил мил где были представлены как раз эти укороченные рубашки у нас открылся новый клуб очумелые ручки как помните мы резали джинсы на скинь джинсы на велосипедке так вот сейчас те у кого скопилось некое количество рубашек и они не носятся нужно их кропнуть и дать им вторую жизнь здесь же у нас уже представлена такая рубашка здесь необработанный край выглядит классно чуть чуть небрежности классической рубашки не помешает но плюс в том что она еще объемная а если у вас рубашка чуть более по фигурке вы можете еще придумать какой-нибудь кардиган поверх также укороченный здесь в комплекте выбрана жирафовая юбка с разрезом из легкой ткани но не прозрачная да не видно же там ничего вот очень приятная а какой здесь состав полейстер сто процентов слушайте я кстати иногда не понимаю возмущений насчет состава ткани потому что вот ты примеряешь на себя и вот приятно же в ней и как бы не важно что она не из натурального шелка и так далее плюс еще самый огромный она явно не мнется юбка на не очевидной высокой посадки вроде бы она закрывает пупок но она не сидит высоко на талии и за счет этого чуть больше голого тела и больше пространства создается между уровнями а еще что хочу отметить подойди поближе несмотря на то что рубашка из стопроцентного хлопка вот я сейчас стою и заломы практически незаметны причем они есть а потом ты вроде так походишь и они как будто выпрямляются не miracle miracle этот комплект я назову карантинный для встречи в зуме или еще ему очень подойдет сперла все у бойфренда здесь обратите внимание шорты которые похожи на нижнее мужское белье здесь даже есть пуговички да и расцветка чем-то напоминает к нему в комплекте футболка белая объемная базовая я думаю что она также как и пиджак на мне унисекс прямо объемная и пьедж на трех пуговицах к нему кстати в комплекте есть брюки это будет наш с вами следующий образ но вот мне кажется что для уже какой-то более теплой летней погодки отличный вариант я бы так ходила вот как выглядят брюки которые идут в комплект к этому язык не поворачивается называть жакетом к этому пиджаку защипами то есть хорошей длины и на мне xs но я вам скажу что мне немного маловато и поэтому настоящим спасением для меня была как раз кропнутая рубашка которую не нужно заправлять в брюки а еще такая рубашка будет спасением к очень узким юбкам карандашам или к трикотажным юбкам куда заправить что-то невозможно еще мне нравится если к этому комплекту например добавить такой короткий галстук причем в каком-нибудь коричневом цвете что будет прям прекрасно и на жакете я убрала чуть подвернула рукава чтобы дать чуть воздуха потому что голого тела здесь нет а хочется показать некую какую-то хрупкость видите здесь даже брюки полной длины то есть у меня не видны щиколотки и для этого я как раз открыла руки запястья на мне такой добротный тренч из стопроцентного хлопка что значит добротный вот если вы его примерите вы почувствуете что он такой в меру тяжелый и тем не менее из очень хорошей плотной ткани которая держит форму какие здесь есть нюансы а когда я пыталась его приталить я поняла что он либо не на мою ростовку либо это просто вот такая идея дизайнера и приталивание у меня получается прибедривание а так очень приятный цвет здесь такие аккуратные манжеты over но вы уже привыкли что мы здесь его примеряем и внутри у меня карга брюки языка кожи с карманами очень очень где-то далеко внизу явно функционально мы их использовать и не сможем но и вообще я брюка карга не рекомендую карманы использовать по назначению потому что это во первых их деформирует во вторых но это не очень аккуратно смотрится если там что-то лежит да и брюки будут вас слишком тяжелыми и внутри у меня мы сейчас даже спорили желтый или лаймовый long sleeve кто как видит не знаю как увидите вы на камере и вообще этот цвет и сочетание без тренча такого желтого с черным для меня слишком контрастно и как правило в такой ситуации я либо надену темные солнечные очки либо сделаю чуть ярче макияж например на виду таких жирных черных стрелок это у нас еще не последний образ у нас будет еще один но не серый костюм чуть меланжевый из футера утепленного с толстовкой на молнии с капюшоном очень объемный классный как раз то что я ищу в этом сезоне а поверх пальто как раз похоже на мою оранжевая только в классном такому ярком синим цвете и фактуру у него еще более буклированная пальто очень теплая я ходила в нем как раз в конце января начале февраля и очень себя хорошо чувствовала вроде такая серость на улице была мне прям ярко и тепло сниму покажу часть часть толстовки тут пробовала заправить новомодным способом джогеры в носки но все-таки не моя темка хотя кто знает ну что друзья все все я с вами прощаюсь я всех вас целую обнимаю и до скорых встреч с вами на четвертом выпуске о российских дизайнеров